Глава 28. Час Волка. Часть 2. Рок вельветри меди мягко светился, пока та старалась забинтовать мой рассеченный затылок так, чтобы бинты не закрывали мордочку. К счастью, по ее словам, рана только на вид была страшной. Впрочем, болела она порядочно. — Старейшина Коттедж Чиз умирает, — информировала Стил Хувза рыцарь Строубери. В смысле, он умирал все это время, но вот в этот месяц все ухудшилось. Даже лечение в больнице не помогает. Он решил посвятить себя захвату Стоила 29, прежде чем умереть. Сейчас он как раз там вместе со Звездным Паладином Кросс Рордс. Он предложил Старейшине Блюбери Сейбр захватить Стоила 2 вместе со Звездным Паладином Нова Рейдж. — Само собой, — прокомментировал Стил Хувз. — Звездный Паладин Кросс Рордс настаивала, чтобы я стал Старейшиной. У нее тот же настрой, что у меня. Коттедж должен был знать, что Кросс никаким путем не уговоришь на взятие Стоила 2. Он топнул. — С другого бока Звездный Паладин Нова Рейдж — приверженка традиции МВТ, как и Старейшина Блюбери Сейбр. Каламити приподнял левое крыло. Оно было повреждено при падении, сейчас Вельвет туго заматывал его бинтами. — Значит, этот ваш Коттедж хочет заполучить крестоносец Стоила 29? Охотой жить вечно внутри машины? — Ну, это же безумие! — возразила я. — Крестоносец может снять слепок, копию разума Пони, но сам Пони не станет частью машины. Коттедж будет физически мертв. Точно так же, если он бы умер не в крестоносце. — Возможно, — предположил Вельвет Ремеди, — он думает, что может действительно вложить себя в машину, свой разум и душу. Я сразу подняла ее мысль — сосуд души. Группа наемников Блэквинг охотилась за информацией о черной книге, которая была нужна кому-то на стороне. И теперь я подозревала, что знаю, кто это может быть. Если сосудом души в принципе может быть любой предмет, почему бы не взять для этого крестоносец? — Я представила старейшину, отдавшего приказ штурмовать мой дом вечно существующем в неуязвимом компьютере. — Не, не должна позволить ему сделать это! Он не получит вечную жизнь в награду за убийство! Стилхуз все еще разговаривала с рыцарем Строубери. В конце беседы та сказала, — Послушайте, я верю, что вы правы, я готова не вмешаться, но и пойти с вами не могу. И не могу стрелять в других рейнджеров. Она взглянула на Каламити сквозь окуляры шлема. Или сотрудничать с дикарями, которые это делают. Стилхуз кивнул, положив закованное в броню копыто на ее плечо. — Я уважаю твой выбор. Ты поступила правильно. Он повернулся к нам. — Мы готовы! Я поднялась на ноги, левитируя зебринскую винтовку справа от себя. Малай Макинтош слева. Из того, что рыцарь нам рассказала, следовалось, что старейшина Блюбери Сейбр оставила снаружи пятую часть своего взвода, чтобы те предупредили о нашем появлении или о тварях, бегущих в понивиль из Вечно Дикого Леса. По правде говоря, я не была готова к бою. Но каждая секунда, потраченная на разговоры и лечение, давала десяткам стальных рейнджеров время, чтобы пробиться в крыло охраны и смотрительницы, убивая всех выживших после первой атаки, кто встретится им на пути. И они не собирались дожидаться меня. — Идем! Каламити замыкал отряд. Его меткая стрельба могла спасти всех, попытаясь враг обойти нас сбоку. Я постоянно оглядывалась, наблюдая за его реакцией, пока мы шли к дверям стойла по старому тоннелю под яблочным погребом. Для него это не было похоже на экскурсию по вылизанным макетам помещений в офисе Стоилтек. — Дом Вильветри Меди, дом Литл Пип, — шептал он. Каламити явно думал, что его не слышат. Впрочем, не будь у меня статуэтки Пинки Пай, я бы действительно не слышал его. Надо. Надо быть сильным. Ради них. Нельзя вот так просто ворваться и перестрелять этих сволочей ко всем чертям. Да точно. Надо держаться. Следить за ними. Прикрывать их. Я смогу. Скелеты, покрывавшие пол перед входом, были изломаны и стерты в пыль, растоптанные десятками стальных копыт. Чувство горькой тошноты добавилось к ярости, заполнявшему разум. Никто не знал, кем были эти пони, но они явно заслуживали лучшей участи. Я начинала злиться на саму себя. Почему я не вернулась похоронить их? Они ведь все когда-то умерли под запертой дверью моего стоило. Но в конце концов, вся эквестрийская пустошь была усеяна такими скелетами. Я никак не позаботилась ни об одном из них. Даже об останках Эппл Блум и Пинки Пай. Но ведь я не оскверняла их. Я же не растоптала их без всякого сожаления. Дверь в стоило два была открыта настиж. Нашими парламентерами были Вельвет Ремеди и Стил Хувс. Они вошли первыми. Я хотел, чтобы наш стальной рейнджер пустил в ход вежливость, прежде чем нам нужно было отстреливаться. И так Вельвет снова шагнула туда, где когда-то был наш дом, и сразу же встала как вкопанная, вскрикнув словно от боли. Я поскакала к ней. Стены и пол вестибюля были такими же серыми, как остальные помещения технического крыла, но сейчас они были покрыты беспорядочными брызгами разных цветов. Милыми пастельными цветами шкурок пони, лежащих в лужах багрово-алого цвета. Смотрительница отправила полдюжины пони, чтобы поприветствовать гостей. Только двое из них, охранники стоила, были вооружены. У остальных же были только надежды на дружбу. Возле открытого рта молодой сиреневой кобылки лежал растрепанный букет цветов, приветственный подарок гостям. Белые лепестки были забрызганы красным. Стальные рейнджеры просто расстреляли их всех в упор! Пони в моей голове балансировал на краю темной, извивающейся пропасти, бездонного колодца, заполненного костями, уходившего в темноту, и потоки ярости захлестывали ее багровыми волнами, увлекая за собой вниз, в бездну. Я дернул ее назад, и стена ярости внутри меня осыпалась осколками. Ужас, боль и горечь, которые она сдерживала, хлынули наружу. Я упала на колени и зарыдала. «Ну вот!» — расслышал я голос Каламити, доносящийся, словно откуда-то издали. «Нахуй дипломатию! Все пони, кто участвовал в этом! Даже кто просто стоял и смотрел! Мертвые пони!» Я поняла, что узнала желтую кобылку, чей разорванный пулями труп лежал в углу, но не могла вспомнить, когда мы с ней познакомились, и как ее звали. И это было очень-очень плохо! Почему я не могла вспомнить ее имени? Она же была достойна того, чтобы ее имя помнили! Она должна была жить! Заплаканная вельветри меди подбежала и обняла меня, пока я всхлипывала и рыдала, утнувшись в ее шерсть и броню. «Литл Пип, ты была сильной очень долго!» — услышал я ее голос. «Это и мой дом тоже! Теперь мой черед!» Каламетик, Сенит и я собрались в подобии разведгруппы. Как только я немного успокоилась и была способна идти, вельветри меди послала нашу троицу вперед. Мы не собирались вести переговоров, если только враг не выбросит белый флаг первым. Наоборот, мы решили бить первыми! Быстро, решительно и наверняка! Первый стальной рейнджер, которого я нашпиговала пулями из зебринской винтовки, умер с криками в страшных мучениях, когда его органы загорелись, поджаривая его изнутри, я не чувствовал жалости. Сострадания тоже не было! Это не было даже чувство мести или какого-то удовлетворения. Эмоциональный срыв полностью опустошил мои чувства, оставив только злобу и решительность. То, что я сделала, было правильным и необходимым, и воспринималось не ужаснее, чем чистка зубов. И я уже не чувствовала ни капли отвращения к тому, как поступил Спайк, защищая свой дом. В каждом новом коридоре было все больше убитых пони. Атака остальных рейнджеров была жестокой, но тем не менее трупов было куда меньше, чем я ожидала. Приветственная группа была расчетливым ходом со стороны смотрительницы. Когда рейнджеры продемонстрировали свои намерения уже на входе, это раннее предупреждение дало ей достаточно времени, чтобы спешно эвакуировать остальных в крыло охраны и администрации. Я не могла понять, любить или ненавидеть ее за это. Техническому крылу досталось сильнее всех. Стальные рейнджеры пробились сюда в первую очередь, возможно, чтобы не допустить саботажников из числа жителей до технологий, которые были им нужны больше всего. У тех пони, что были там, не было времени, чтобы выбраться из крыла до того, как рейнджеры отрезали им все пути к отступлению. Я повернула за знакомый угол и очутилась прямо перед комнатой пип-бак техников. Эмоции захлестнули меня при виде черных подпалин на стенах, которые я когда-то протирала. Красная полоса крови тянулась вдоль стены, резко уходя вниз, пока не привела меня к трупу моего начальника. Если не считать оторванной ноги, я вполне могла бы заставить себя поверить, что он просто снова спал на рабочем месте. Это было совсем не похоже на то, чем я когда-то хотела украсить эту скучную стену. Я снова заплакал о свечении лума, расплывал с бликами, вперенес слез. Дверь кабинета моего начальника была выбита и лежала рядом на полу. Внутри кто-то был. На компасе сверкнула красная точка. Я дала знак своим держаться подальше и начала медленно красаться вперед. Стальной рейнджер так и не заметил меня. Я левитировала малым и кинтош прямо к затылку ее шлема, чуть левее ребер жесткости. Бах! 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 Я разрядила весь барабан прямо и в мозг. Она наверняка умерла уже после первого выстрела, но я просто не могла остановиться. Я уже начала разворачиваться и уходить, но замерла, когда заметила спальное место моего начальника. Под ним лежала пустая бутылка с парколой, книжечка, нежный, любящий уход за совершенно безнадежными случаями. Я вспомнил, как мой начальник, бывало, пролистывал эту книгу, пока говорил, смотря совсем не в ту сторону, где я сидела, внимательно его слушая. Проливая слезы болезненной ностальгии, я левитировала книгу в одну из своих сидельных сумок. Вдали раздался грохот выстрелов боевого седла Каламити. В следующую секунду они с Ксенит влетели в комнату техников. Коридор снаружи охватило пламя. Малым и кинтош, не слишком-то незаметен, литл пип. Ксенит вытянула пузырек из маленькой сидельной сумки для снадобий и трав. Зебра выплеснула содержимое на пол, и она тут же растеклась связкой лужей, напоминающей своим запахом лакрицу. Ксенит обмакнула туда передние, а затем и задние копыта. Пламя в коридоре угасло. Секунду спустя в комнату влетела граната. Я обхватил ее магическим полем и вытолкнула обратно. Кто-то выкрикнул «Берегись!» За мгновение до взрыва. «Проклятие! Ненавижу единорогов!» Сказал стальной рейнджер, давая нам знать, что выжил и по большей части невредим. Я повернулась к Каламити и... И где же Ксенит? Я осмотрелась. Потом посмотрела вверх. Она ползла по потолку. Паста на ее копытах позволяла магически прилипать к поверхности. Это было похоже на те заклинания, которые использовали работорговцы против нас при нападении на поезд несколько недель назад. Она подкралась к дверному проему стойла и заглянув туда, посмотрела в обеих направлениях. Потом втянула голову обратно и изрекла. Двое! Мелкими кивками головой она дала Каламити информацию об их положении, какую мой лум давал мне. И я перезарядила мало Макинтош. Она кралась, прижимаясь к потолку. Была бесшумной, как призрак. Каламити выждал момент, пока она спрыгнет на одного из стальных рейнджеров, затем выкатился, встретившись лицом к лицу, с другим и выстрелил дуплетом. Я вынырнул из-за угла, разворачивая мало Макинтош и приводя в действие заклинания прицеливания. Но Ксенит уже искалечила другого пони, и ее удары копытами сквозь броню раздробили его внутренности. У меня слегка отвисла челюсть от того, как она с ним разобралась. Стиль падшего Цезаря пугал меня до усрачки. По мере того, как мы пробивали через техническое крыло, нам все чаще стали попадаться разбросанные между трупов светящиеся кучки зеленого или розового пепла, все, что осталось от пони, убитых энергомагическим оружием. Каламити это очень беспокоило. Лум показал мне, что четыре стальных рейнджера стояли за углом рядом с дверью в генераторную. Я передала это остальным. «Сейчас их сделаю!» сказал Каламити, выдвигаясь вперед, но я положила копыта на его плечо и покачала головой. Каламити нахмурился. Он не хотел отступать, но ему пришлось это сделать. Пегас и Зебра заняли позиции, пока я тихонько поскакал назад, где ждали вельветри меди со Стилхузом. Спустя секунду Стилхуз протрусил мимо ксенит с Каламити и повернул за угол. Его ракетный комплекс и автоматический гранатомет были готовы к стрельбе. «Я — звездный паладин Стилхуз!» «Я объявляю конец этой пародии на операцию!» «Мы не должны атаковать стойло кобылы нашего собственного министерства!» «Мы не должны устраивать резню невиновных, в то время как она предназначала нам защищать пони!» Его командирский голос гремел под сводами зала. «У вас есть два пути — присоединиться ко мне и остаться верным клятве принципам кобылы нашего министерства, или же выбрать сторону старейшина Блюбери Сейбр и звездного паладина Нова Рейдж и быть расстрелянными!» «Тогда ты признаешься, что ты предатель!» — ответил один из них. «Остановись и приготовься к аресту!» Ответ неверный. Стилхуз выстрелил из всего, что только было, в коридор, который порвало на части в ярком пламени, жаре и осколках. «Не думаю, что смогу больше носить эту броню!» — сказал он, возвращаясь к нам. Его броня дымилась и была усыпана раскаленной шрапнелью. «Проблема лишь в том, что я снять ее не могу!» «Честное слово!» — сказал Каламить, осклавившись. «Ты никогда не выглядел прекрасней!» Ксениц скользнула в салон стоило два через черный ход. Я держалась сразу за ней, невольно засматриваясь на ее ляжке и ловя себе на мысли, что проклинаю работорговцев, когда-то исполосовавших ее шрамами. Черный ход вывел нас в затемненную кухню. Но она была темной, пока Пэйрлайт не влетела в нее, приземлившись на одну из кастрюль на плите. Жар Феникс уже почти вернулась в свое обычное состояние, но все еще изливала достаточно энергии, чтобы походить на факел. Мистер и миссис Спаркл Сидры валялись в дальнем углу, их тела лили кровь друг на друга. Мистер Сидр всегда давал мне бесплатное мороженое, когда я была маленькой, ну, пока не поймал меня за взломом двери его винного шкафчика. Его жена была одной из подруг моей мамы. Задняя копыта миссис Спаркл Сидр застряла в двери морозильника, не давая ему закрыться. Все мороженое внутри медленно таяло, стекая в лужи щербета на полу. Я почувствовала, как неконтролируемая ярость взяла вверх над оцепенением. Мое сердце тяжело забилось в груди. «Чисто!» — прошитала Ксенит, заглядывая вглубь салуна. Я передала сообщение дальше. Минуту спустя я заняла позицию возле двери, заряжая последние оставшиеся пули в малом Акинтош. Магические пули. Каламити и Ксенит остались на кухне, в свою очередь охраняя нас с тыла. Стилхуф стоял в салуне, выглядя неуместно посреди богатого псевдодеревянного декора. Вильветри Меди, тем не менее, двигалась уверенно, почти скользя по возвышающейся сцене, и магическое сияние ее рога отражалось в экранах терминала и звукоотражателей. У Вильветри Меди был план. Мгновением позже она прошагала к краю сцены и взглянула на Стилхуфза. Я вспомнила то время, когда пустобоким жеребенком пробиралась с салун, прятаясь позади толпы, и наблюдала, как почти взрослая Вильветри Меди исполняла свои песни. Ее музыка текла в мою душу, и было мучительно сложно подавлять желание танцевать. «Готово!» — сказала она, и ее рог засветился. «Внимание! Стальные рейнджеры!» — начал Стилхуфз. Его голос пролетел по всему стоило два. Вильветри Меди управляла системой оповещения. «Говорит Стилхуфз, член-учредитель и старейший из живущих стальных рейнджеров, звездный паладин Мейнхэттенского отделения. Я призываю вас остановиться и подумать о вашей клятве. Подумать, где вы находитесь и что вы делаете. Является ли ваша верность верностью Эпплджек, кобыли Министерства военных технологий, создателю брони и стальных рейнджеров, и кобыли, которые своими собственными копытами, своим потом и кровью, и честностью своего сердца выковала стальных рейнджеров? Или вы клялись пугливыми, жадными пони, которые оставили все, что она защищала, превращая нас в немногим больше, чем технорейдеров, коллекционирующих игрушки прошлого, потому что они забыли о том, что именно добродетель, а не безделушки, делают пони великими? Пони, которые, глядя на дом Эпплджек, отдают приказы порезать ее семью, чтобы насытить свою жадность? Эти приказы, это операция, они были бы мерзостью в глазах кобылы нашего министерства. Эпплджек поставили во главе Министерства военных технологий, потому что она была хранителем одного из элементов гармонии. И правительница Эквестрии признавала значимость этого. Как вы думаете, побрякушка на шее делала ее хранителем? Или же это делало добродетель в ее душе? Сегодня вы должны выбрать, кому ваша клятва служит. Бросить эту позорную цель и перейти на мою сторону, подтверждая клятву верности защиты жителей Эквестрии, чему и посвятила Эпплджек свою жизнь. «Или продолжать это постыдное деяние и столкнуться с гневом тех из нас, кто выбрал путь истинный!» Свечение рога Вельветри Меди потускнило. Стилхувс взглянул на нее. «Ну? И как прошло?» Она широко улыбнулась в ответ. «Трое стальных рейнджеров валились в салон, и помещение наполнено с грохотом и огнем их боевых седел. Стилхувс задело при первом залпе. Я в оцепенении смотрел на стального рейнджера, рухнувшего в растекающуюся лужу той дряни, которую Гули называлась кровью. Я скользнула в ЗПС и расстреляла в них остатки барабана малого Макинтоша, убив одного и ранив другого. Я бросила пистолет Эпплджека, схватила зебринскую винтовку, в то время как в салон вломились еще три рейнджера. Позади я услышал громоподобный выстрел грома Спитфайр. Каламити обезглавил первого стального рейнджера, который попытался зайти сзади. Один из пяти стальных рейнджеров выпустил пару ракет в сторону Вильветри Меди. Певица возвела свой щит, и ракеты взорвались у нижней части сцены, отправляя воздух от шметки псевдодерева. Другой повернулся ко мне, направляя на мою голову что-то похожее на антимех винтовку. «Нет!» — взревела Вильветри Меди. Сияние ее рога усилилось, как и громкость голоса. «Это моя сцена!» Комната осветилась светом, исходящим из рога Вильвет, переведя на нее все внимание. Стальной рейнджер передо мной шагнул в сторону, ослепнув из-за вспышки. Его рассеянность дала мне время, достаточное для выстрела из зебринской винтовки. Пуля разорвала окуляр моего врага. Один из стальных рейнджеров ответил Вильвет рыком своих миниганов. «Щит Вильвет выдержал!» Я выстрел и еще тремя бронебойными зарядами из зебринской винтовки в голову того пулеметчика, видя вспышки огня через пулевые отверстия. Я чуял запах жарящихся понячих мозгов. Вильвет выхватил свой боевой дробовик, открыв огонь по захватчикам, но их броня легко это перенесла. Тем не менее, она не защитила их от ее анестезирующего заклинания. Раненый мной стальной рейнджер упал. Другой рейнджер выстрелил в нее из наспинной снайперской винтовки. Пуля прорвалась сквозь щит и броню. Я видел и шок и боль в ее взгляде. Паирлайт внезапно влетела, чтобы убивать, опалив радиоактивным пламенем упавшего рейнджера и тех двоих, что еще были на ногах. Их костюмы защитили их и от этого, но пламя размыло обзор. Я соскальзывал в ЗПС и тут же выскакивал, обстреливая каждого стального рейнджера, пока у меня не кончились бронебойные патроны. Гром спидфайр прогремел снова. Секунды позже Каламити и Ксенит пронеслись в комнату, сбив меня с ног. Я поняла, что пахнет газом. Откуда-то из глубины стойла донесся звук сильного взрыва, не похожий на огнестрельное оружие или гранату. Страх пробежался по моему позвоночнику. Неужели стальные рейнджеры сумели взорвать защитную дверь, за которой пряталась большая часть жителей моего дома? Ксенит обернулась, схватив меня зубами и вытащил из дверного проема. ВУШ! Кухня взорвалась, извергая в салон ад и погибель, поджигая столы и стулья из псевдодерева. Ни слова про мое имя! Выпалил Каламити, глядя на Ксенит. Затем увидел Стилху в заизамер. Девельвет! Спросил он моментом позже. Я указала вверх на сцену. Посмотрев туда, я увидел ее упавший силуэт. В жуткой тишине, которая последовала за сражением, можно было разобрать звук капающей крови, стекающей со сцены на пол ниже. Кап! 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 Нет! Прошептал он. Крылья понесли его на сцену намного быстрее, чем могли бы мы с Ксенит добраться туда на своих четырех. Пегас с оранжевой гривой приземлился и заключил Вильвет Ремеди в объятия, ахнув. Ах! Прошептал Вильвет. Успокойся, глупышка! Сказал Каламити, обнимая ее. Тебя подстрелили. Но уже скоро ты будешь в полном порядке. Мы найдем самых лучших медпаний во всей эквистрийской пустоши. Я начала подниматься к ним по лестнице, подходящей к сцене. Ксенит последовал сразу за мной. Ах! Снова сказала Вильвет и добавила. Кто тут глупая пони? Это ты, Вильвет Ремеди. Ты красивая, замечательная кобылка. Ну теперь помолчи! Я достигла сцены как раз вовремя. Не знаю, что собиралась сказать Вильвет, но в этот момент Каламити прервал ее поцелуем. О-о-о! Прошутала Ксенит мне на ухо. Я ждала подобного от этих двоих еще с тех пор, как впервые встретила. Поначалу я была поржена, но потом поняла, что маленькая пони в моей голове нисколечко не ревновала. Она не была счастлива, если уж честно. Но дело касалось ситуации, в которую мы попали, и из того факта, что Вильвет Ремеди поливала Каламити своей кровью из пулевого ранения. Воздух наполнился странным жутким звуком, идущим снизу. Комната пропиталась холодом. Стил Хувс снова поднялся на ноги. Моя челюсть ударилась об пол. Я сильно недооценила, что значит быть кантерлокским гулем. У меня не было времени удивляться. «Твою мать!» – простонала я, когда два стальных рейнджера заняли позиции снаружи, нацеливая гранатомета на передние окна салона. «Пони, пора сваливать!» Одна из стальных рейнджеров вошла через дверь в дальнем конце уборной и тут же открыла огонь из своего автоматического гранатомета, взрывая толчки и кабинки, стоявшие между нею и мной. Жар нахныл он на меня, обжигая легкий горячим воздухом. Осколки пробивались сквозь мою броню и вонзались в плоть, испещряя меня многочисленными кровоточащими ранами. Тем временем снаружи Каламити и Ксенит ползли позади кучи шкафчиков, из которых я сделал своеобразную баррикаду. Мы подбирались ближе к школе, в которой я когда-то проходила сквозь тест соответствия метки, сейчас же битком набитую стальными рейнджерами. Патронов к малому макинтоше у меня не осталось, и я уже взаправду начинала переживать, что эта же участь постигнет и боеприпасы к зебринской винтовке. Нам везло, пока мы выбивали их по одному или по двое. У нас был фактор внезапности, но теперь враги были наготове и атаковали всем отрядом. И только узкие коридоры спасали нас от участи быть окруженными и полностью уничтоженными. Ракета, пролетев над шкафчиками, взорвалась об стену позади Ксенит и Каламити. Их обеих откинуло взрывной волной на баррикаду. Оглушенный Каламити приподнялся, стекая кровью. Ксенит же вообще не подавала признаков жизни. «Стилхувс! Вильвет!» — крикнул я. «Нам нужна ваша помощь!» Они прикрывали нас тылу. Вильвет выглядела не самым лучшим образом даже после того, как опустошила обе имевшиеся у нас бутылки с экстрасильными зельями лечения. Ей нужно было держаться подальше от буйных сражений, но лишняя помощь нам бы не помешала. Чем дальше мы заходили в стойло, тем сильнее была вероятность угрозы с фланга. Еще один громоподобный взрыв послышался откуда-то из глубин стойла, сопровождаемый чередой других взрывов. Вода фонтанировала из всех разбитых унитазов. Копыта кобылы в стальной броне зашлепали по воде по мере ее приближения. «Сдавайся, Литл Пип!» «Дерьмо! Сдавайся сейчас же! И, возможно, старейшина Блюбери Сейбер пощадит тебя и большинство твоих друзей. Но Варейдж не представит тебе такой возможности». «Ага. Так прямо и будет». «Думаю, бесполезно пытаться уговорить тебя сдаться нам», — отозвалась я. «Неужели массовое убийство? Это в истинных традициях земных пони!» «Пошла ты!» — резко ответила она и открыла шквальный огонь. Я окутала все валявшиеся вокруг меня обломки полем телекинеза, собрав их вместе, чтобы получилось нечто вроде щита. Но это не помогло. Первый же взрыв разнес мой самодельный щит в дребезги, коими меня вдобавок еще и отделало. Острая боль пронзила мое тело, давая понять о нескольких переломах. Гранаты продолжили взрываться вокруг меня. Мой пибак сигнализировал, что каждая моя конечность была серьезно травмирована, а также вежливо сообщил, что я умираю от повреждения внутренних органов. Но я их чувствовать не могла. Мое тело было в состоянии шока, так что все, что я могла чувствовать, — это холод. Две ракеты влетели в комнату откуда-то позади меня. Они врезали стального рейнджера, сбив ее с копыт. Она проскользила по мокрому полу и врезалась в угол, повалившись замертво. «Литл пип!» — крикнула Вильветри Миди откуда-то издалека. Я потеряла сознание. Я моргнула. Я не чувствовала своего тела, но каким-то образом все еще была жива. Лум описывал мое состояние как плохое, но стабильное. Я приходила в норму. Я могла видеть огнестойло-два над головой, слышать их вездесущий шум. «Где... где я?» «Не... ну правда, Литл пип!» — мягко упрекнула Вильветри Миди. «С твоим-то пристрастием наносить себе увечья, ты хочешь сказать, что не узнаешь клинику стойло-два?» «Каламити... ксенит...» Мордочка Вильветри Миди наклонилась, попав в мое поле зрения. «Хорошая новость в том, что вы все трое пережили захват этого этажа. Плохая новость в том, что мы израсходовали все наши медикаменты, и довольно много из запасов стоило, чтобы спасти тебя». Она взглянула в сторону. «А также пару настоек ксенит...» «Старейшина Блюбери Сейбр отозвала большинство своих пони обратно в яблоневый сад», — сказал Стилхуфс. «Теперь она волнуется, и на это есть очень хорошая причина». «Она волнуется?» «Они почти убили нас, а мы еще не были даже рядом с крылом безопасности и смотрительницы!» «Я не понимала, почему они просто не скучковались и не истребили нас всех!» Так я и сказала. «Потому что их меньше, чем мы думали», — прямо сказал Стилхуфс. «Примерно пятая часть рейнджеров, которых она вела, были совсем не в восторге от того, что здесь происходило, и отказались в этом участвовать. Звездный паладин Нова Рейдж убил одного из них за предательство, и старейшина Блюбери Сейбр заперла оставшуюся часть инакомыслящих за заваренной дверью». Это объясняло, почему не сработала дипломатия. Все, с кем можно было договориться, были заперты старейшиной. «Они заточены в школе», — ввязался разговор Вильвет. «Стилхуфс поговорил с ними, и если мы сможем вытащить их оттуда, то к нашей стороне примкнет примерно дюжина стальных рейнджеров». «К несчастью, с этим у нас есть небольшая проблема. Но старейшина Блюбери Сейбр этого не знает. Она считает, что на момент, когда мы захватили этот сектор, мы стали гораздо сильнее». Я попробовала подняться и поняла, что не чувствую боли нигде. Вильвет Ремиди использовал на мне свое анестезирующее заклинание. Я снова попыталась встать, резко подав сигнал от мозга к телу, и не почувствовала, чтобы что-нибудь пошевелилось. Мое тело поднялось, и я с глухим стуком упал на пол, окровавив нос. Этого я даже не почувствовала. «Посмотрите, кто теперь глупая пони?» — хихикнул Вильвет Ремиди. «Прекрати, или я скажу хаммейдж, что тебе нравятся бандаж и порка». Я не могла почувствовать, но была уверена, что покраснела. В качестве дополнительного наказания Вильвет оставила меня лежать на полу, обратив свое внимание на ксенит. Зебра до сих пор была без сознания. Каламити примчался чуть позже. «Боюсь, нет легкого способа открыть ту дверь. Проще распилить ее резаком, потратив на это дофига времени», — он фыркнул. «Вдобавок, похоже, что-то такое враг пытается замутить в крыле Б и С. Только эти двери просто чертовски толще, и их там больше одной. Нам подфартило. У нас есть пара часов до того, как они продерутся сквозь них». Я заставила свое тело перевернуться и ощутила тяжелое чувство достижения цели, когда, наконец, с третьей попытки у меня это получилось. Я поймала себя на том, что смотрела в потолок, а не на друзей, что значительно умолило победу. «Кстати, энергомагическое оружие проплавит те двери, как нефиг делать!» «Боевые седла стальных рейнджеров не экипируются энергомагическим оружием», — ответил Стилхуфс. «Это в стиле Анклава». «Да», — сказал Каламити странным тоном. «Это-то я понял». Мой взгляд упал на решетку вентиляции. К сожалению, несмотря на то, что я была маленькой, я не был ахимерой. И я не помещалась в него, но...» «Пайерлайт». «Ты-то к чему, Литл Пип?» «Пайерлайт может пробраться по вентиляционным трубам. Она может принести резак нашим стальным рейнджерам в запертом школе. Пусть они освободятся», — предложил я. «Плюс она может приносить им еду и воду, пока те работают». «Годная мысль», — сказал Каламити, хотя и не видела его морды. В его голосе ясно чувствовалась широкая хмылка. «Так мы могем продолжить миссию одновременно толкать свою дипломатию». «Теперь у нас был план». План был и у старейшины Блюбери Сейбер. Пока мы были заняты, сучка заварила все входы в Атриум, кроме прохода через Яблоневый сад. Сад был огромным открытым пространством, с тоненькими деревьями, почти не обеспечивающими укрытие. Она могла собрать внутри свои отряды, создав зону поражения, в то время как несколько ее солдат работали бы над вскрытием защитных дверей. Лучшее, что я могла придумать, это пролевитировать больше шкафов перед нами, формируя нечто вроде клина, в два шкафа в ширину и два в высоту. Стилхувс и Каламити собирались присоединиться ко мне. Вилет определенно гораздо больше заботилась о нас, чем о себе, стараясь тратить на себя минимум медицинских припасов, которые нам могли понадобиться, и понадобились позже. У нее все еще не до конца зажила огнестрельная рана, и я настаивала, чтобы она с Пайрлайт держалась сзади в качестве связного. Ксенит пообещала Каламити, что будет стоять на страже нашей раненой медпони. Утверждать, что я была в хорошей форме, значит бессовестно лгать. Но боль, которую я испытывала, когда заклинание исчезало, была не самой худшей в моей жизни. Определенно лучше, чем быть охваченной огнем дракона или ударенной между бедер ногами пугающе сильного рейдера. Я могла с этим справиться. Мои ноги, передние и задние, вроде работали, если сказать с натяжкой. Я могла дышать, не прилагая больших усилий, и слышала стук сердца. Плюс у меня были магия и пип-бак. Я была не в оптимальной боевой форме, но больше было и не нужно. И были пони, рассчитывающие на меня. Я уже увидел слишком много знакомых пони, лежавших мертвыми на полу в стоиле, и не собиралась позволить старейшине Блюбери Сейбр или Звездному Паладину Нова Рейдж увеличить их число. Стил Хувс подбежал ко мне сзади, пока я левитировала шкафы. Мгновением позже подбежал другой стальной рейнджер, только он не был стальным рейнджером. Это был Каламити, облаченный в броню стального рейнджера от шеи до хвоста. Его черная кавпоньская шляпа все еще плотно сидела на его рыжей гриве, и во рту он держал гром спидфайр. — Зачем ты надел эту броню? — строго спросил Стил Хувс. Каламити просто взглянул на него. — Ладно. А как ты собираешься в этом сражаться? Требуется месяц тренировок, чтобы просто адекватно действовать в силовой броне. — Увидев! — пробурчал Каламити, держа в зубах уникальную антимех винтовку. Я покачала головой, молясь Луне о нашей грядущей битве и Селестии о том, чтобы оберегла Ксенит и Вильветри Меди. Затем телекинезом открыла дверь. Конец второй части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...